Итак, в этот вечер пятницы, вместо того, чтобы после тренировки пойти поужинать в город, я решил до конца добить тему 109.1 и поговорить о протоколе IP версии 6. Я подчеркну, я не большой специалист в сетях, у меня нет никаких таких особенных квалификаций по сетям, поэтому мы с вами сделаем именно то, что от нас просит LPE. Мы поговорим о том, чем отличается IPv6 от IPv4 и основные принципы, которые существуют при его использовании настройки. Мы уже с вами говорили о том, что протокол IPv4 столкнулся с некоторыми трудностями при появлении интернета и его развитии, и для этого у нас, для решения этих проблем, у нас в 96-м году, аж так давно, 20 лет назад, появился протокол IPv6. Появился он давно, непосредственно его применять начали лет 6-7 назад уже, так, чтобы мы это могли с вами заметить. Так вот, если говорить о протоколе IPv6, посмотрим для начала разницу с протоколом IPv4. IPv4 мы с вами же разбирали, это 4 актета по 8 бит. То есть у нас с вами 4 группы цифр. Мы можем это все представить в двоичном виде, в виде ноликов и единичек. Мы с вами смотрели внизу, у меня пример того, как у нас, например, адрес разбивается на адрес сети и на адрес узла, синеньким-зелененьким. Маска 24. IPv6 это уже намного длиннее адрес, он использует уже 8 блоков по 16 бит, и формат здесь немножко другой. Так как здесь у нас 8 блоков по 16 бит, то есть всего 128 бит, мы получаем с вами 3,5 на 10 в степени 38 адресов. То есть огромное количество адресов. При том, что у нас когда было с вами IPv4, всего 32 бита, это 4 миллиарда с чем-то адресов. То есть 10 в степени 6, а IPv6 это 10 в степени 38 аж адресов. Каждый блок в адресе IPv6 у нас состоит из 16-ти ричных цифр. 16-ти ричные они, потому что так записывать информацию можно намного короче, и вообще у нас 16-ти ричная система часто используется во всех компьютерных технологиях, так как у нас единицей минимальной памяти является 8-битный байт, и именно его значение как раз удобно записывать двумя 16-ти ричными цифрами. Кроме того, у нас 16-ти ричная система счисления точно так же может легко опираться на двойки, потому что 16 это тоже степень двойки. Ну это уже такой нюанс перевода в различные системы счисления, я вам сейчас его покажу, но просто 16-ти ричные системы счисления нам тоже помогают, тоже удобно во всех наших компьютерных технологиях. Маска у нас у IPv6 тоже есть, только она записывается не как десятичные цифры, как мы привыкли, там 255, 255, 00 и так далее. Она записывается сразу в формате слэш и количество бит, отданных под адрес сети. То есть наверху у нас маска слэш 24, которую мы с вами можем записать как 255, 255, 255, 0, тут у нас маска слэш 64, и мы ее больше никак по-другому не записываем, потому что нам придется очень много раз писать значение каждого вот этого блока, чтобы получить ее в десятичном виде. Теперь давайте поговорим о том, как все-таки переводить, на всякий случай быстренько, хотя этого не требует LPI. Наверху у меня цифра, как мы 192 из десятичной системы переводим в двоичную, если помните, мы с вами делим на двойку и записываем каждый раз остатки, и эти остатки потом записываем в строчку, и вот у нас такой перевод. Точно так же можем перевести из десятичной системы в 16-ричную систему счисления, только теперь нам нужно делить не на двойку, а нам нужно делить на 16, и точно так же записывать остатки в ряд. Для того, чтобы мы с вами могли использовать 16-ричную систему счисления, у нас, вы видите, здесь есть 16 знаков. То есть десятичная система счисления так называется, потому что у нее в основании 10 знаков от 0 до 9. Мы к ней привыкли, потому что у нас 10 пальцев на руке, и нам удобно ее использовать. Двоичная система счисления у нее в основании двойка, два знака, 0 и 1. В 16-ти ричной системе счисления, соответственно, должно быть 16 знаков для возможности записи всех ее вот этих вот элементарных значений. То есть у нас есть цифры от 0 до 9, и затем первые 6 букв латинского алфавита. У меня в табличке просто показано соответствие, то, что буква D латинского алфавита, например, это 13 в десятичной системе счисления или в двоичной 1101. То есть мы очень сильно экономим нам регистры, когда мы начинаем записывать эти значения. То есть вместо того, чтобы писать 1110, мы просто пишем букву E, и это означает одно и то же. В десятичной системе счисления цифра 14. То есть таким образом у нас 12094 в десятичной системе счисления, это вот эти вот 4 блока в двоичной системе счисления, и всего 4 символа в 16-ти ричной системе счисления. Но еще раз повторюсь, система исчисления нас не просит разбирать LPA, Это я вам просто показал, чтобы вы понимали, как у нас туда-сюда можно переходить Теперь поговорим по IP-адресам, которые у нас есть в IP-версии 6 Есть, в принципе, три, условно говоря, вида IP-адресов Это Unicast, Anycast и Multicast Unicast – это обычный адрес для одного сетевого интерфейса То есть просто адрес, можно сказать, сетевой карточки Anycast-адреса Эти адреса назначаются группе интерфейсов, но таким образом, что при отправке какого-то пакета на эту группу интерфейсов Или группу адресов, пакет получит только один получатель Тот, который находится ближе с точки зрения маршетизации Multicast – это стандартный такой, можно сказать, широковещательный адрес Это тоже адрес группы интерфейсов, но при отправке пакета на него получают пакет все те, кто входит в эту группу интерфейсов Вообще говоря, традиционная широковещательная рассылка в IPv6 Вот та самая, когда мы с вами отправляли, например, пакет на 192.168.0.255 с маской 24 Он приходил всем в сети 192.168.0.0 В IPv6 такое не используется, именно благодаря тому, что есть Anycast и Multicast адреса Вообще, можно это сделать при помощи специального адреса, но использование такой группы не рекомендуется Но оно, в принципе, и не нужно в IPv6 Далее, теперь формат того, как у нас состоят адреса Если в IPv4 у нас с вами был адрес сети, а затем адрес узла То в IPv6 немножечко сложнее У нас с вами есть префикс маршрутизации Затем есть как раз-таки уже идентификатор под сети И затем уже идентификатор узла конкретно При этом префикс маршрутизации у нас может состоять из 48 и больше бит Он может захватывать биты у адреса под сети Затем 16 бит у нас есть под подсеть или меньше Если у нас префикс под сети, а тут захватывает биты Точно так же, как это у нас было с вами с подсетями в IPv4 И оставшиеся ровно 64 бит у нас остаются уже под адрес конкретного узла Немножечко тут поподробнее Значит, префикс глобальной маршрутизации, вот этот вот первый Это сетевая часть адреса, которая назначается интернет-провайдером, заказчику или конкретному узлу В настоящее время используется ровно 48 бит Нам этого достаточно Когда адреса будут кончаться, можем захватывать и начинать из-под сетей Идентификатор под сети это то же самое, что раньше у нас был адрес сети, адрес под сети То есть тут уже мы идентифицируем какие-то пространства в пределе того диапазона адресов, который нам выдал провайдер И в конце обычный идентификатор интерфейса это адрес конкретного узла Ну или его сетевые карточки, если у одного компьютера там 6 сетевых карточек, например У адресов, я еще раз повторю, такой формат Unicast и Unicast У Multicast немножечко другой формат И есть еще адреса LinkLocal, о которых я поговорю Адреса LinkLocal это локальные адреса, условно говоря У них первые 10 бит всегда равны всем единицам, кроме третьей с конца и последней Там у нас нули, затем у нас идет 54.0 и затем у нас 64 бита конкретный идентификатор узла Вообще там форматов очень много разных, вот так вот сходу это не захватите, вы этот слайд можете в голове не удерживайте Я вам сейчас просто его показываю В IPv6 вообще много различных форматов записи адреса, много служебной информации хранится То есть вот так вот сходу на это не налететь, это надо уже разбираться Тут нужно подчеркнуть то, что вам вообще на практике, ну если вы прям совсем не занимаетесь сетями Очень вряд ли придется столкнуться с IPv6, потому что они как правило самонастраиваемые У Майкрософта сейчас очень много интересных технологий, которые у нас используют IPv6 Начиная с 2008-го и 2-го сервера, это там и Direct Access и куча различных технологий, которые все опираются на IPv6 Но там опять же все это настраивается достаточно прозрачно для админа Он там указывает некоторые диапазоны, после чего все происходит без его ведома Просто очень много технологий сейчас опирается на IPv6, но непосредственно в них копаться Обычному админу, там малого и большого офиса приходится крайне редко Это все для сетевых различных админов-специалистов И адрес Multicast, тот самый, который адрес у нас является групповой для всех получателей в группе У него тоже другой формат, у него 8 бит используется под префикс Затем 4 бита под флаг, 4 бита под ту же самую под сеть И 112 бит это такое понятие групповой ID Значит тут совершенно все по-другому, я вам брошу ссылку, чтобы вы могли почитать Multicast адреса вообще бывают разные, назначенные, запрошенные Во флагах там может быть служебная информация, это всякие точки связи с адресом Как связаны с префиксом, насколько получены адресы и так далее То есть с Multicast отдельная серьезная история, которой я сейчас вам засорять голову не буду Будем говорить про Unicast, те самые обычные адреса для одного конкретного интерфейса Они бывают шести видов Бывают глобальные, которые соответствуют обычным нашим белым внешним IP-версии 4 адресам Сейчас у них начинается раздача адресов На смысле адреса уже давным-давно раздаются Начиная с 2000 адреса Я расскажу вам про этот формат двоеточие в следующем слайде И до адреса по-моему 3FFF с маской троечка То есть это обычные внешние адреса, которые уникальны по всему миру Наши белые внешние IP-шники Далее есть те самые LinkLocal адреса, которые были на предыдущем слайде Это автоконфигурированные с помощью различных, там есть вариантов, как они автоконфигурируются Адреса, которые начинаются с FE80 Тут нужно сказать, что я когда говорил вам про IP-версии 4, я забыл упомянуть про эти самые автонастроенные адреса Есть такой вариант автонастройки IP-адресов при помощи APIPA Ссылочку я вам брошу Который есть и в сетях IP-версии 4 То есть если вы не назначили вашей сетевой карточке какой-то конкретный адрес В локальной сети она не нашла никакого сервера, который ей адрес выдаст Она сама автоматически начинает назначать себе адреса, которые начинаются со 169.254. Это позволяет нам найти адреса, которые находятся в той же самой подсети у вас в локальной сети То есть в принципе для человека, который далек от настроек сетевых интерфейсов Он вот здесь ничего не указывает и у него сразу появляется этот адрес И если в его сети есть компьютеры, которые тоже себе не указали конкретный адрес Они друг друга начинают видеть Но мы крайне редко это использовали в Винде, в Линуксе Все эти APIPA автонастроенные адреса Потому что когда у вас такие адреса, вы не можете вообще никуда вылезти за пределы своей сети Вы не можете маршрутизироваться в интернете Я поэтому про них даже забыл и не говорил То есть нужно вспомнить то, что есть адреса, которые начинаются со 169.254 Это как раз автоматически настроенные автосконфигурированные IP-адреса При помощи которых компьютеры могут работать друг с другом в сети Точно такие же есть в IPv6, они называются LinkLocal Далее есть у нас петлевые интерфейсы Loopback это то же самое, что у нас были с вами петлевые интерфейсы То есть не интерфейсы, а адреса в IPv4, все те 127.0.1 и так далее Когда компьютер сам к себе обращается по этому адресу Точно такие же есть в IPv6 Они, видите, в формате все биты равны нулю И один последний бит равен единичке Есть униклокал адреса Униклокал адреса соответствует нашим обычным серым внутренним адресам То есть то, что у нас было с вами в IPv4 Это 192.168 под сеть, 172.16 или 10 все нули под сети То есть те адреса, которые мы можем использовать в наших локальных сетях Без боязни, что они пересекутся с кем-то в интернете Точно такие же адреса есть у нас в IPv6 Называется UnicLocal, вы видите, начинается с FC.0.0 и с FD.0.0 Далее есть у нас отдельный неопределенный адрес Который состоит из всех нулей Он используется только в качестве адреса источников в пакете IPv6 Но про него редко говорят, потому что это редко используемый вообще адрес Я вам так его к слайду добавил Есть еще встроенные IPv4 адреса Которые позволяют переходить с IPv4 на IPv6 То есть банальные IPv4 адреса Но они тоже относятся к Unicast IPv6 адресам Теперь про формат записи Значит, если говорить о вот этих вот всех блоках 16-ти ричных цифр Вы можете их сокращать То есть если у вас есть несколько групп нолей Вы их можете заменять на двойное двоеточие Кроме того, если у вас вот эта вот группа начинается с нуля Вы можете 1-0 или все нули, кроме последнего, в этой группе опустить То есть вот эти вот адреса, которые у вас показаны сейчас 6 строчек Это один и тот же адрес То есть наверху мы одну группу нолей взяли и сократили до одного двоеточия В следующий раз мы все нули сократили, кроме последних Затем третья снизу строчка мы оставили, например, только два нуля А два вот этих соседних нуля заменили двоеточием И затем внизу у нас самая короткая запись, когда мы опустили все первые нули и группы нулей тоже заменили двойным двоеточием То есть это все один и тот же адрес, его можно записывать вот такими вот вариантами И отдельный момент, я хотел показать то, что если вы будете использовать адрес IPv6 в браузере, при использовании его в ссылках, вам нужно ставить его в квадратную скобку То есть если раньше вы писали http://192.168.01, то здесь нужны квадратные скобки Потому что если вы будете указывать конкретный порт, то нам нужно отделить адрес от порта Потому что порт у нас стандартно указывается при помощи двоеточия А так как у нас здесь и адрес разделен двоеточиями, то тут будет тяжело понять, где у нас адрес, а где у нас порт Поэтому адрес вы ставите в квадратные скобки, я здесь синим их выделил Отдельный большой момент, это то, как мы будем переходить с IPv4 на IPv6 Даже не то, что будем, мы уже в течение лет 10 переходим и вполне успешно Про это есть отдельных очень много разных статей, я вам тоже брошу на них ссылку Кратко говоря, у нас есть следующие варианты Это двойной стэк, то есть у нас когда узел поддерживает одновременно и IPv4 и IPv6 Это в принципе очень простая реализация с точки зрения организации Но зато здесь нужно очень много промежуточных маршрутизаторов, которые бы работали с IPv4 и IPv6 Кроме того, часто нужно настраивать и устанавливать специальное программное обеспечение То есть, ну как бы, это неоднозначное решение Далее, есть вариант туннелирования Туннелирование не совсем совместное использование IPv4 и IPv6 Туннелирование позволяет двум сетям IPv6 обмениваться между собой информацией Если между ними находится IPv4 То есть, просто пакет IPv6 у нас упаковывается в IPv4 и пересылается через сети IPv4 После чего снова превращается в IPv6 Для этого есть отдельные специальные маршрутизаторы, которые умеют этим заниматься Тоже один из вариантов Есть еще технология преобразования сетевых адресов Аналогичная технологии NAT Мы с вами о NAT вообще еще не говорили Это сетевая трансляция адресов Тут суть в том, что у нас с вами эту технологию можно использовать для получения доступа из IPv6 сетей в сети IPv4 То есть, у нас просто пакет на границе IPv6 и IPv4 превращается в IPv4 и идет дальше Есть несколько реализаций такого решения Опять же, по ссылке вы почитаете И последнее, о чем нас LPE просят поговорить Это основные преимущества и отличия IPv6 и IPv4 Преимуществ огромное количество Недостаток, по сути, один – это сложный переход на вот эту технологию Значит, я здесь выделил просто четыре таких самых важных преимущества Первое – это большое адресное пространство То есть, у нас сразу адресов стало намного больше Благодаря этому мы можем все, например, использовать белые адреса Нам больше не нужно использовать серые, внутренние Нам не нужно использовать все вот эти вот NAT и прочие технологии маскировки и усложнения маршрутизации Потому что, в принципе, белых адресов теперь хватает на всех Далее, технология автоконфигурации Здесь намного интереснее, чем вот та самая IPv4 В сетях IPv4 Здесь уже маршрутизаторы умеют сами автоконфигурировать адреса Когда вы запускаете узел, он у вас сам смотрит, какие IP-адреса версии 6 уже используются И назначает себе неиспользуемые Сразу начинают ходить все маршруты То есть, очень много автоматизации Далее, у нас есть постоянное наличие локальных адресов То есть, даже если у вас есть ваш белый внешний IP-шник Даже если у вас все это настроено, у вас всегда есть еще и постоянно локальный Это очень сильно облегчает маршрутизацию и позволяет пакетам внутри вашей сети бегать с использованием вот этих вот локальных адресов И еще отдельный момент Это использование вот этих джамбограмм В IPv4 у нас размер пакетов ограничен 64 килобайтами В IPv6 мы можем обходить это ограничение И использовать пакеты размером до 4 гигабайт Что существенно повышает производительность сетей То есть, как минимум, у вас быстрее станет интернет и вообще общение по сети Кроме того, у нас здесь появилось многоадресное вещание конкретное Появились метки потоков и класса трафика И очень много еще всего Как я и говорил, моя задача просто была коротко очертить, что такое IPv6 и чем она отличается от IPvrc4 Говорить на тему IPv6 можно часов в 5, наверное, и все это будет интересно И на разные темы я постарался дать вам минимум информации И я дам к видео очень много дополнительных ссылок, чтобы вы могли сами по ним покопаться, почитать и что-то понять